Сегодня гость программы для тех, чья душа не спит, основатель Института биосенсорных технологий, член Президентского совета Общероссийской ассоциации целителей Владимир Викторович Тонков. Владимир Тонков считает, что каждый может стать целителем, одним взглядом передвигать предметы и читать мысли. Все это он называет естественные психофизические способности человека. Его методике более 20 лет. Его учениками стали десятки тысяч человек в России и за рубежом. После экспериментов в Санкт-Петербурге методика Владимира Тонкова была включена в Книгу рекордов Гиннесса с формулировкой «Самое большое сообщество людей, обученные в кратчайшие сроки навыкам телекинеза». Гость программы для тех, чья душа не спит, Владимир Викторович Тонков. Здравствуйте. Я хочу сказать, что центр, который Вы возглавляете, насколько я понимаю, он занимается очень редкой такой вещью – обучению целительству и раскрытию способностей. И доказательством этого является то, что Вы, помимо всего прочего, с большим успехом обучаете телекинезу и телепатии. Ну, это так и есть. На самом деле мы, конечно, занимаемся более широким кругом вопросов, но целительство лежит в одной из базовых областей. И поэтому все люди, которые у нас проходят по любой специфике свое обучение, в любом случае обучаются в том числе целительству. Потому что человек, который в этой области работает, просто обязательно уметь восстанавливать себя, помогать самому себе. Ну, а если это еще распространяется и на окружающих, вообще здорово. Мы являемся одним из учреждений, которые вообще за последние 20 лет имели лицензии на образование в Целезской области. Одна у нас и одна где-то там за Уралом. Ну, вот совершенно такой, можно сказать, потрясающий факт, о котором я узнала, что 100% людей, 100% людей из тех, которые к Вам приходят, способны учиться телекинезу, причем в какие-то кратчайшие сроки. Да, и не только тех, которые у нас занимаются, но и тех, которые приходят просто с улицы. У нас есть одна из программ, где люди, совершенно незнакомые ни с чем, приходят буквально на одну встречу специально для того, чтобы научиться двигать предметы бесконтактно и уйти. Да, действительно, мы говорим, что это 100%, это действительно так. Физики это проверяли, проверяли, в общем-то, люди из Российской Академии Наук и зарубежные физики приезжали. Мы их самих учили этому же самому, и все, в общем-то, очень удивлены тем, что действительно это 100%. Это, конечно, не движение крупных предметов, это движение либо стрелки компаса, либо отвесов в стеклянных колбах. Все это проверялось, безусловно, физики на слово не верят, нет немаглитных полей, нет еще чего-то. Да, действительно, люди это делают. После чего? Кто-то делает это делом своей жизни и развивает дальше, а кто-то, познакомившись с интересным эффектом, смеется и идет дальше тоже. В принципе, мы в прошлом году зарегистрировали в Российской Книге Рекордов и Достижений, это подразделение Книги Рекордов Гиннесса, мировой рекорд, самое большое сообщество людей, обученных в кратчайшие сроки на веке телекинеза. По сути дела, это от 1-2 минут до 20-30 минут на человека. То есть, что сверхъестественная способность в общем принятом значении этого слова есть у всех? Да, безусловно, безусловно. Вопрос только в настройке и в умении, скажем так, способности человека поднять. Ну, вот этим мы, собственно, и занимаемся. Если говорить о ноу-хау, то, наверное, именно оно и есть. Ну, наверное, это какая-то просто методика очень доступная, но если можно, вот буквально на двух словах, то есть, что в основе такого простого обучения? Ну, в основе лежит вот что. На самом деле, скажем так, это богатый опыт. Во-вторых, паранормальные способности. То есть, на самом деле, скажем так, наши специалисты, и я сам лично, скажем так, мы видим человека не только физическим человеком, но плюс, скажем так, еще ряд, скажем так, специфических форм, пластов и так далее, и так далее, и так далее. Это очень сложно объяснить. Но вкратце, как бы, знаете, на один кадр наложено множество других кадров. Как будто вы в телевизоре смотрите, например, 3-4 кино. Причем одно кино в арифметике идет, второе в геометрии, а третье вообще в чем-то непонятно. Просто мы как бы в этом хорошо умеем ориентироваться. Мы умеем определять, скажем так, в каком состоянии находится человек. И мы умеем, скажем так, как бы выпрямлять или, скажем так, нормализовывать те пути, которые позволяют человека к этому привести. Я считаю самым главным достижением даже не то, что нам удается каждого человека этому научить, а то, что это происходит безвредно, и что все эти люди, двигая предметы, получают огромное удовольствие, а не получают проблем со здоровьем. Потому что общеизвестно, что большинство людей, которые называются феноменами, например, взять ту же самую Нинальку Лагину, широко известную, одно из изнаположниц этого дела, они все, в большинстве своем, делают это через усилия. Наши специалисты это делают в игре, как бы, со смехом. И поэтому вот это я считаю достижением. Владимир Викторович, я так понимаю, что все эти достижения все равно связаны с вашими, с особенностями вашей личности, в первую очередь. Расскажите, пожалуйста, если невозможно, как у вас привели все эти способности? Ну, если говорить сегодня, то, конечно, наверное, не совсем верно будет, потому что, действительно, сейчас работаю я не один, сейчас у нас много специалистов. Все-таки через мои руки за 20 лет прошло, ну, где-то от 100 до 200 тысяч человек. А поначалу, да, поначалу это все начинал я. Около 22 лет назад я провел первый самый курс. Курс начал очень быстро расти. И с момента начала курса, с первого занятия, мы где-то за 3-4 месяца выросли до 200-300 человек. Наша группа. И постепенно группа росла, 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 росла. Курсы начали расслаиваться и так далее, и так далее, и так далее. Сам я, в общем-то, этим вопросом интересовался, насколько я помню, с детства. Родители мне рассказывали довольно много таких странных вещей о моем детстве. Значит, в свое время, если говорить о целительском опыте, ну, вот в 16 где-то лет я вылечил себя от многолетней ангины, которую врачи вылечить не могли. Это 365 дней в году, с 4 лет, ну, считайте, 12 лет. Однажды мне это надоело, и очень простым упражнением, собственно, я это дело вылечил. С того, наверное, и началась моя целительская практика. Ну, а как вы бы чувствовали, что вы не такой, как все? Вы знаете, всегда чувствовал, мысли читал, как бы для меня не было проблем, я вот был уверен, что можно, например, облаках как-то либо разогнать, либо что-то с ними сделать. Я занимался тем, что вот развлекался, знаете, вот облако по небу летит, я его делю там на две части, там смешиваю и так далее, и так далее. Для меня вообще всегда по жизни было удивительным, что остальные люди почему-то считают, что это нельзя. Я вообще всегда думал, что я оказался в центре большого заговора, когда все меня обманывают, в то время как, на самом деле, все это умеют. Ну, и сейчас я считаю, что это точно так же. Просто люди не знают об этом, надо это уметь, и все. Это нормальная, естественная человеческая способность. Но вот чтение мыслей, то есть телепатии, вы тоже обучаете. Настолько, ну, мне кажется, сложно потом человеку с этим жить? Нет, вы знаете, на самом деле, сложность жизни с этими способностями, это больше категория надуманная, либо категория, скажем так, недостаточно опытных преподавателей. Смысл вот в чем. Когда человек оказывается один с этой способностью, он действительно оказывается беззащитен и, ну, как бы на грани психического срыва. Но все дело в том, что мы много лет занимаемся именно организацией большого сообщества людей, которые этим занимаются, для которых это нормально. У нас есть большое количество людей, которые, по сути дела, начинали заниматься у нас еще детьми, это 8-9 лет, которые уже имеют своих детей, которые, собственно, тоже занимаются и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это огромное количество людей. Так вот, когда это нормально, чтение мыслей, и когда этот человек общается с другим таким же человеком, то, в принципе, он не считает себя каким-то из ряда вон выходящим человеком. Это раз. Второе. Мы прививаем людям, скажем так, идею об адекватности восприятия. Мы им говорим, что даже если ты что-то видишь, если даже ты что-то, скажем так, понимаешь, прежде чем начинать кричать и делать выводы, сначала подумай. Потому что в жизни всякое бывает. В конце концов, одно дело видеть, а другое дело галлюцинации. Безусловно, происходит довольно, скажем так, серьезная работа по воспитанию человека. Почему? Потому что человек должен подойти к умению этим владеть, имея представление о том, как можно, скажем так, здоровье срегулировать, чтобы это не нанесло вреда. Как можно психологически регулировать собственную ситуацию, ситуацию с окружающими. Кстати, если говорить обо мне, то я, скажем так, скептически отношусь и к науке, и к мистике. Меня интересуют факты и в той, и в другой области. Именно поэтому у меня много сторонников в тех временных областях и столько же противников. Я, вот знаете, как-то предпочитаю стоять посерединке. Гость программы для тех, чья душа не спит, Владимир Викторович Тонков. Парочку упражнений таких я могу дать. Более того, они доступны любому человеку на самом деле. Если уж я говорил о том, что в 16 лет я вылечил ангину, которую врачи не могли вылечить, то я могу передать именно это упражнение. Очень простое, очень действенное. Итак, если человек чувствует, что у него ангина либо приближается, либо развивается. Люди, которые болеют ангиной часто, знают приближение ангины. Ну, собственно, ангина есть ангина. Знаете, что это бывает. Значит, для этого нужно либо человеку просто встать в удобное положение, либо сесть в удобное положение с прямой спиной. А дальше все очень просто. Значит, обращает человек внимание в область сердца и очень внимательно на дыхании, согласовывая движение с дыханием, поднимает из области сердца нечто чуть выше головы. А потом на следующем цикле дыхания бросает в область миндали. Через несколько таких движений миндали начинает пульсировать. Человек продолжает это действие 2-3 минуты. Как ни удивительно, эффект поразительный. У меня прошло большое количество людей через руки, и, собственно, у большинства из них употребляющие эффект поразительный. После 2-3 минутных циклов, буквально через 10-20 минут, ангина резко идет на убыль. Если, скажем так, вы почувствовали просто начало ангины, иногда хватает просто одного действия. Если же ангина очень хорошо, сильно села, и это не совсем помогает, можно сделать так. Кончиками пальчиков, одновременно с этими действиями, постукиваем по миндалинам. Важно добиться того, чтобы миндали начали пульсировать. Что это? Это одновременно работает кровоток. Это одновременно работает и энергетика, которые говорят, то ли есть, то ли нет. Но, знаете, самовнушением предмет не сдвинешь. Поверьте, есть. Значит, это очень хорошо очищает полость носоглотки. Очень хорошее, действенное упражнение. Гость программы для тех, чья душа не спит, Владимир Викторович Тонков. Ну, приобретение человеку таких способностей, как Вы говорите, пробуждение способностей, да? Насколько это меняет жизнь? Вот у Вас много людей приходят к Вам, и я так понимаю, что в Нижнем Новгороде будет семинар тоже, в общем, на эту тему. Просто очень интересно, к чему быть готовым человеку, который такие способности приобретает? Все равно же все уже по-старому быть не может. Ну, человеку, который эту способность приобретает, открывает у себя. По-видимому, надо быть готовым к тому, что мир взорвется. Он взорвется, скажем так, фейерверком огней, но некоторые из этих огней могут упасть на него самого. Будем откровенно говорить, что когда эти способности появляются, то дополняются и проблемы, связанные с этим. Ну, когда человек незрячий, он не видит некрасиво покрашенных домов. Когда он становится зрячим, он видит, что дома одни красивые, другие некрасивые. Здесь то же самое. Просто занятие всеми этими вещами, оно как бы ставит человека в полу, положение, когда он оказывается под большим увеличительным стеклом. И все, что хорошее в нем было, увеличивается. Но и все плохое тоже. Сегодня гость программы для тех, чья душа не спит, основатель Института биосенсорных технологий, член Президентского совета Общероссийской ассоциации целителей Владимир Викторович Тонков. Владимир Тонков считает, что каждый может стать целителем, одним взглядом передвигать предметы и читать мысли. Все это он называет естественные психофизические способности человека. Его методике более 20 лет. Его учениками стали десятки тысяч человек в России и за рубежом. После экспериментов в Санкт-Петербурге методика Владимира Тонкова была включена в книгу рекордов Гиннесса с формулировкой «Самое большое сообщество людей, обученные в кратчайшие сроки навыкам телекинеза». Гость программы для тех, чья душа не спит, Владимир Викторович Тонков. А к вам на обучение может прийти любой человек? Как вообще происходит обучение? Как происходит обучение? У нас есть курсы длительные, у нас есть, скажем так, курсы разовые, ну, семинары точнее. Значит, если говорить о начальном этапе, то это, как правило, раз в месяц набирается постоянно действующая группа. Люди, которые просто постигают самые основы этого. Базовые знания, базовые формулы какие-то, значит, базовые формулы не в плане того, знаете, кому что сказать, кого призывать, нет. Формулы движения каких-то, формулы, значит, каких-то действий и так далее, и так далее. Это нужно для того, чтобы человек, когда он перейдет в любую другую последующую группу, чтобы он там не был удивлен, чем люди занимаются. То есть он на самом деле набирает навык. Обычно это 3-4 недели. После чего человек допускается, по сути, к любым курсам. На этих курсах собираются люди очень разные. Одни люди занимаются уже 20 лет, другие люди приходят, вот только один месяц прошли, да. Значит, те люди, которые занимаются очень давно, они с большим интересом наблюдают, что делают те, кто пришли вновь. Очень много находят. Те люди, которые приходят после месяца, да, они смотрят, что делают люди более опытные. И все двигаются вместе. Вот по этому пособию, по этому пособию называется оно «Беседово с сверхсознательным». Мы, собственно, уже около, наверное, 16-17 лет учим начинающих. В чем здесь удобство? Здесь 6 первых глав, они имеют по одному упражнению. Каждое упражнение, собственно, идет по степени усложнения. Если вот эти упражнения человек, скажем так, освоил, не поленился, дальнейшее, дальнейшее он может взять на самого себя. Он либо может заниматься дальше с каким-то преподавателем, либо на свой страх и риск может пойти самостоятельно. Ну, естественно, если он пойдет на свой страх и риск, то все достижения его, но и все неприятности его, да. Если он найдет какого-то преподавателя, это может быть то же самое и лучше, и хуже, зависимости от человека, человеческий фактор. А вот это, да, это очень хороший, на мой взгляд, скажем так, материал для того, чтобы именно начать. Ну, вот кроме этого пособия «Беседа с сверхсознательным», в принципе, мы привезли с собой такой диск. Значит, называется «Центр Владимира Тонкова. Паранормалы». Он имеет несколько фильмов. В том числе на этом диске есть фильмы, есть фильмы. По тому, как люди двигают предметы, как занимаются целительством. Конечно, это только часть материалов, большинство материалов в интернете. Ну, собственно, здесь тоже кое-что есть. Гость программы «Для тех, чья душа не спит» Владимир Викторович Тонков. Значит, второе упражнение то же самое с «Час осень». В принципе, в общем-то, нас интересуют вопросы насморка, точнее, его отсутствие интересует. Вот, а иногда он в наличии. Значит, довольно простой метод. Значит, врачи прекрасно знают, прекрасно знают, что у человека есть три пазухи. Лобная пазуха и две боковых. Значит, то же самое. Занимаем такое положение, которое вам удобно. Вы можете либо встать ровно, можете даже на что-то опереться, можете сесть. И начинаем как бы вызывать кожное дыхание в области вот этого треугольника. Межброви и вот здесь вот. Вызываем такое кожное дыхание и как бы прислушиваемся, знаете, такое ощущение, как будто вы где-то на речке находитесь и свежий-свежий воздух. И вот этот воздух туда просто входит, 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 входит. Буквально через несколько минут человек начинает ощущать, что у него насморк пропал. В большинстве случаев насморк связан не с тем, что у нас огромное количество, скажем так, скопилось там в отделении. В большинстве случаев это отек слизистых оболочек. Мы когда пытаемся высморкаться, у нас ничего не получается. Мы не можем высморкать слизистую оболочку, а она опухла. Вторая часть. Вот эти пазухи, эти пазухи имеют протоки. Когда слизистая текает, протоки закрываются, зажимаются. И начинается накопление. Это накопление может приводить к гайморитам, может приводить, скажем так, к различным другим формам болезненного какого-то характера. Это очень хорошо снимает. Это все. Есть упражнение такое тоже очень простое. Мы его даем на начальных курсах. На начальных курсах. Выглядит это так. Значит, нужно просто свести кончики пальчиков любых, мы обычно рекомендуем средних, на расстоянии 2-3 миллиметра. И между кончиками пальчиков такое электроподобное нечто появляется. Вот это ощущение растаскиваем, 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 растаскиваем. Потом другие кончики пальчиков. В итоге получается такое ощущение между всеми кончиками пальчиков. И когда мы оставляем одну руку, то появляется ощущение, что вокруг здесь что-то такое, знаете, вот как бы облакоподобное. Так вот, этим облакоподобным можно не только просто проходить по больным областям, можно регулировать сердечный ритм, можно, скажем так, регулировать пищеварение, можно проходить по больным областям, можно отпускать головную боль, можно лечить тот же самый насморк. Это очень простая вещь, поверьте, скажем так, вот средний нормальный человек вот эти ощущения приобретает, ну буквально за несколько минут. Есть люди примерно 30% с тяжеловатым восприятием, им придется немножко поупираться. Вот. Чем это хорошо? Можно работать с собой, можно работать с другими. В интернете есть свой портал. У нас несколько порталов. Есть свой портал, называется metaportal.ru. Мета-портал. Значит, там лежит очень много видеоматериалов, которые позволяют как осуществить начальные действия по воспитанию вот этих всех вещей, так и, скажем так, довольно более развитые и продвинутые методики освоить. Более того, ежедневно, еженедельно, значит, два раза в неделю у нас выступают специалисты в интернет-телевидении, в прямом эфире. Им можно задавать вопросы. Там есть целители, там есть паранормалы, там есть просто люди, которые знают законодательство и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если подробности, то там можно всегда найти. Гость программы для тех, чья душа не спит, Владимир Викторович Тонков. Ну, что такое порча? Ну, порча, на самом деле, скажем так, собственно, и по взгляду, по моему, и по опыту. Опыт у меня довольно большой, тем более большое количество людей, которые у нас занимались, и которые, в общем-то, в ассоциации целителей существуют, да, они тоже опыт этот обобщают. Мы постоянно проводим мероприятия обобщающие. Так вот, что такое порча? Ну, порча имущества. Вот любое действие, которое направлено, скажем так, на ухудшение здоровья человека, это и есть порча. Если это, скажем так, действие прилипло, как бы, к человеку, да, если оно является обширным, явным, и если оно явно портит здоровье и самочувствие, вот это и есть порча. Что такое проклятие? Проклятие, скажем так, некое воздействие, которое осуществляется в отношении человека с целью, скажем так, устранения этого человека вообще из круга существования. Представьте себе, что есть некий человек, который другому человеку настолько не нравится, что единственное спасение – это никогда больше не встречаться с этим человеком. В таком случае, значит, тот человек чисто эмоционально, внутренне выталкивает этого человека из сферы своего существования. А какая сфера существования? Ну, собственно, единственный способ не видеть больше этого человека – это если он умрет. Вот начинается противоаборство одного человека и другого. Более того, это делают все без исключения. Когда говорят, что это делает специалист, это не так. У нас у всех есть пара способностей. Просто одни люди знают, что они это делают, а другие – нет. А как это то, если сможем конкретнее, тем, что те, кто не знают, это делают? Все это делают. Без исключения. Вы знаете, как рефлекторно. Мы же, когда идем по улице, мы не говорим, а теперь правая нога, а теперь левая нога. Мы привыкли, как ящерица, бить хвостом. Вот на любое воздействие. На самом деле, в течение дня мы наносим друг к другу огромное количество энергетических воздействий. Но на счастье, мы ведь живем в этой среде, и мы научились их отбивать. Вот что-то долетает, что-то не долетает. Что-то осыпается, что-то не осыпается. Вот теперь дальше. Вот заклятие. Что такое заклятие? Чем оно отличается от порчи? Вернее, извините, от проклятия. Проклятие – это полное устроение человека. Вот не хочу этого человека больше вообще никогда видеть. Поэтому он должен умереть, только таким образом я с ним никогда не встречусь. А заклятие – оно другое. Это тоже устранение этого человека, но есть условия. Я не хочу никогда встречаться с этим человеком, кроме того случая, что он изменится. И дальше формула того, как он должен измениться. Как это происходит на самом деле, какие-то воздействия, какой они характер несут. Это более сложный разговор, более долгий, и о нем нужно отдельно говорить. Но это так, сглаз. Сглаз, но на что он похож? На самом деле сглаз – есть такая еще формула пробой. Это две противоположные вещи. Сглаз – это как бы выемка из человека чего-то. А пробой – это как бы в него вбивание чего-то. То есть, пробой – это что? Это, скажем так, представьте себе, что некий человек сформировал, скажем так, из, в кавычках, сейчас физики будут ругаться, значит, из субстанции из некой, да, значит, нечто, и в другого человека как бы ударил. У человека возникло, скажем так, некое искажение. Его поле, его субстанции внутренних и так далее. Если у него поле довольно текучее, то оно, знаете, как вот трясина всего, замотало и все. Если же, скажем так, поле довольно застойное, то он может зафиксировать этот удар. Он может зафиксировать этот удар, если он мнительный. Понимаете, да? Вот. Он как бы почувствовал что-то и зафиксировался. И тогда он может это зафиксировать и держать довольно долго. А сглаз – это совсем иное. Вот, вот, две девушки идут по улице. Одна говорит, смотри, какой вот у этого молодого человека хороший, скажем так, хайр, да, волосы. Вот мне бы такие. И этот человек молодой, он вроде бы ничего не почувствовал такого. Вот, вроде бы ничего не изменилось. Но возникло какое-то странное такое беспокойство, которое взрослый человек зачастую не понимает. Если мы перенесем это на детей, то все значительно проще. Итак, мама стоит с ребенком. Подходит к бабушке и говорит, ой, какой ребеночек хороший. Ребенок только что спал. Ребенок начинает орать благим матом. Почему? Ребенку, в отличие от этого взрослого молодого человека, не объяснить, что с ним ничего не произошло. Ребенок говорит, я не знаю, что происходит, но что-то происходит нехорошее. Есть ли какая-то универсальная защита, доступная, например, каждому, в том числе людям, несведущим, которая могла бы как-то человеку помочь? Ну, давайте будем говорить с самого начала. Во-первых, есть предрасположенность у каждого человека. У одного как бы ресурс выше, у другого ресурс ниже. Значит, это первая часть защиты. Вторая часть защиты – это то, как человек себя ведет, как он живет, что с ним происходит. В связи с чем? Вот как бы пустое следование принципа этим не поможет. Когда мы говорим, что у доброго человека больше защиты, подразумевается то, что добрый человек менее напряжен, у него активнее энергетика, у него активнее брожение субстанций и так далее. Поэтому воздействия, конечно, хуже на него ложатся. Если человек пытается быть добрым только снаружи, ну, вот он говорит, я делаю добрый поступок, да, а внутри, на самом деле, он прекрасно знает, что, ну, это вот, что подкупится. Поверьте, это не поможет. Работает именно, знаете, вот внутренне какая-то вот искренность. Причем здесь, к сожалению, к большому сожалению, работает и чистосердечная подлость. Вот если человек чистосердечный подлец, он будет точно так же защищен, к сожалению. И это очень серьезная проблема. Если вот говорить вот о том, чем мы занимаемся, то, пожалуй, одна из, как бы, самых сложных и важных вещей, которые мы занимаемся, которые мы пытаемся передать тем людям, которые у нас учатся. Это как раз понимание именно вот этого, что если вот ваш внутренний баланс, да, значит, соответствует нормальному человеческому состоянию, то у вас и защита, у вас и интерес, у вас и уровень здоровья повыше, чем у других, у вас и способность помогать другим людям и так далее, и так далее, и так далее. И это, знаете, очень хорошо работает. В большинстве случаев, в подавляющем, люди, скажем так, понимают это вообще с первых слов. Я обычно говорю людям так. Вы знаете, мне все равно, с чем вы придете. Вы можете прийти, желая сделать что-то плохое своему соседу. Это моя задача сделать так, чтобы после курса обучения вам не хотелось это сделать. Знаете, такие люди, как правило, занимаются лучше. Владимир Викторович, а вот то, что вы сказали, значит ли это то, что вот эта методика, она способна излечить ряд заболеваний? Да, конечно. И что люди, которые просто не могут излечиться по каким-то причинам, в числе прочих, то есть могут этим воспользоваться? Вы знаете, я так... Ну, не как панацея, но может быть... Нет, это не панацея. На самом деле, я так скажу, что нельзя отрицать полностью, скажем так, современную медицину. Будем откровенно говорить, что у медицины огромное количество, скажем так, плюсов. И, собственно, отрицать ее было бы большой глупостью на самом деле. Это надо возвращаться в каменный век. С другой стороны, нужно понимать такую вещь, что применение, скажем так, в медицине бездумное, собственно, убивает организм настолько же гарантированно, насколько и помогает ему в отдельных случаях. И здесь мы быстрее идем вот какими путями. Мы, скажем так, поначалу, скажем так, человеку предлагаем и самому себе помочь, и помочь своим окружающим, близкому окружению. Во-первых, чтобы не довести до того момента, когда медицина понадобится. Кто-то скажет, я здоровый, потому что, значит, я и так был бы здоровым. Ну, не факт. Потому что статистика говорит о том, что те люди, которые занимаются у нас, они явно здоровее окружающих. Это позволяет регулировать, во-первых, общий фон организма, на котором многие болезни просто перестают существовать. А во-вторых, человек приобретает специфическую способность воздействия на самого себя направленного. Я могу так сказать, что у нас есть довольно большое количество людей, которые стали целителями, избавившись сами от очень тяжелых болезней. Ну, например, скажем так, у нас есть одна гражданка в Петербурге. Около 20 лет назад она ко мне пришла, у нее был водитель ритма сердечного. Через несколько месяцев она попросила его снять. Врачи сказали, помрешь, снимем, ждать недолго. Ну, бабушка, скажем так, ей сейчас порядка 70 с лишним, значит, бегает так 20-ку ежедневно. Неплохо так, да? Бегать она начала еще с водителем ритма. Вот. И никуда не торопится. Я думаю, что она пережила многих своих врачей. Гость программы для тех, чья душа не спит, Владимир Викторович Тонков. В конце нашей беседы скажите, пожалуйста, что будет на семинаре в Нижнем Новгороде, который вы будете проводить для нижегородцев, чтобы было, может быть, более понятно, чем вы здесь будете заниматься? Какой из своих курсов вы здесь придадите? Вы знаете, если это будет первый ознакомительный семинар, то наверняка там будет несколько упражнений, которые позволяют резко, быстро ощутить энергетику и, скажем так, освоить управление ей хотя бы в минимальном каком-то объеме. Значит, плюс будет некая теоретическая часть, когда придется описать, скажем так, ряд наших взглядов на организм человека и на взаимодействие с окружающим миром. Ну и на третьем этапе, я думаю, как раз там будут целистские техники, техники самовосстановления, в том числе борьба с сезонными заболеваниями в первую очередь. Вот. Ну и, может быть, затронем какие-то аспекты, в том числе и из области мистики, скажем так. Так, мистики, скажем так, пограничных состояний, может быть, знаете, там, посмертного существования и так далее, и так далее, и так далее, вот с юмором, без юмора. Вот. Может быть, затронем еще какие-то вещи из той области, чем занимаются, ну, как бы братья по разуму наши, которые занимаются тем же самым, довольно известным экстрасенсом, многих которых я сам знаю, да? Вот. После того, как это произойдет, я думаю, что мы в качестве дополнительного элемента уже обсудим с... С самими людьми, которые там будут. Наверняка будет какой-то отдельный курс по движению предметов, кому нужно специально. Для этого я привез вот одну женщину, которая у нас этим как бы занималась. Она вот буквально три месяца назад была, ну, и три недели назад была в телевизионной программе. То есть многие ее узнают. Это стрелка компаса движения, это, скажем так, движение отвеса. Дальше, если люди захотят, они сами самостоятельно могут попытаться подвигать и предметы, и так далее. Значит, все эти советы мы дадим, мы поможем настроиться, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если надо, мы можем подцепить к этому другие тематические семинары. Это область, в которой, в принципе, мы много-много лет работаем. Это, значит, бизнес, сопровождение бизнеса, это, скажем так, психология, около психологические состояния, это, значит, возрастные какие-то элементы, это, значит, работа с минералами, со всякими разными растениями, и так далее, и так далее. Это какие-то паранормальные вещи, связанные с измененными состояниями сознания, в хорошем смысле слова, да. Это какие-то вещи, скажем так, связанные с выделением, скажем так, сознания из тела и много-много-много другого. Все, что я сказал, включая, скажем так, бизнес, различные тренинги, да, и психологические тренинги, это все с элементами того, чем мы занимаемся. То есть обычной психологией мы не занимаемся, мы не занимаемся обычными бизнес-тренингами. Все, чем мы занимаемся, несет в себе в той или иной мере элементы, именно, скажем так, основной темы наших занятий. То есть, если это бизнес, то, значит, паранормальный в бизнесе, да. Часто, значит, это работа с деньгами, это работа с управлением, это кадровые вопросы, и так далее, и так далее. Отдельный спектр – это, скажем так, бизнесмен в собственной жизни, да, в семье, вне работы, и так далее. И так далее. Если это психология, то это, значит, аспекты, которые психология обычно опускает, хотя она называется психология, а псих – душа, вот, то на самом деле психология, в общем-то, о душе ничего не говорит, абсолютно. На самом деле она говорит о чем-то другом, вот. И точно так же все остальные разделы. На самом деле мы занимаемся очень разными вещами. Первый семинар будет как бы основным, а там тематически можем придумать какие угодно. Опыт богатый. Огромное спасибо. Мы беседовали с Тонковым Владимиром Викторовичем, президентом и основателем института биосенсорной психологии, членом президентского совета общероссийской ассоциации целителей и руководителем межрегиональной ассоциации целителей. Огромное вам спасибо, успехов. И вам спасибо. Удачи вам. Спасибо.